Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор заказа Фаберлик по третьему каталогу. Вот такая вот огромная коробка, много новинок. Давайте скорее начинать. Хотела вам показать еще, девчонки, подарок от наставника. Смотрите, какой классный. Оказывается, в Фаберлике есть ежедневник. У меня уже дочь тут попыталась составлять слова. И пока мне попадались здесь только хорошие слова, да, такие вдохновляющие под кожу. Сделана обложка, очень приятная такая, тактильная на ощупь, красненький. Смотрите, здесь в комплекте вот так вот идет ручка, тоже Фаберлик. Это, мне кажется, я не видела в каталогах, наверное, в разделе бизнес-аксессуары. Вот такой он внутри. Пять принципов. Это ежедневник на 21 год. Да, здесь календарик. И он у нас, насколько я понимаю, нет, каталоги здесь не отмечены. По каталогам он не размечен. Смотрите, здесь для тех, кто конкретно занимается заработком в Фаберлик и так далее, ключевые показатели личной группы, планирование действий для достижения результата. Вот такие колоночки. И здесь номер периода мы пишем, да, и результаты на целый год. Смотрите, на целый год. И в конце здесь просто вот такой разлинованный ежедневничек. Дата. Не в конце, даже большая часть его получается, да. Вот такая вот закладочка здесь есть. Вот такая. И есть еще резиночка-закладочка. Вот такая вот красная. В общем, мне очень понравился ежедневник такой добротный. Очень приятный на ощупь. Сколько здесь листов, даже девчонки не скажут. Надо будет посмотреть в бизнес-аксессуарах, сколько он стоит. И вообще, как выглядит. Ну, классный. Вот кому такое надо, прям здорово. Так, давайте теперь открывать скорее заказ. Как всегда, он приходит запечатанный. Никто его без нас не вскрывает. Запечатанный скотчем. Ух, заклеенный. Вот так. И вот как все у нас с вами выглядит на крючек сверху. И дальше по порядку сейчас все будем с вами рассматривать. Первое, что мне захотелось с вами посмотреть, это новиночка. Новиночка бижутерии. У меня комплект Флоренция. Артикул 600, 369. И со скидкой моей 26% в 519 рублей вышел этот набор. Сзади у нас наклеечка. Это у нас с вами колечко и сережки. Очень хочется померить. Давайте открывать. Такая коробочка. На подарочек кому-нибудь очень здорово. Так, вылетела бумажка. Инструкция по уходу и хранению. И вот как выглядит сам набор. Бумажка. Очень симпатичная расцветка. Такая бирюза. Красивая. Вот информация о бижутерии. Размеры. И артикул. Так, смотрите. Колечко у нас должно регулироваться у пальчику. Сейчас мы с вами это попробуем сделать. Так, а серьги? А серьги у нас как гвоздики. С двумя заглушками, да? Давайте попробуем отрегулировать кольцо. Оно, по-моему, раздвигается. Да, оно раздвигается. Вот так. И становится шире. Так, ну вот. Нет, побольше сейчас. На средний палец. Оно, мне кажется, размера 16-го по факту не раздвинутая. Вот раздвинула. Смотрите, как смотрится. Красиво. Мне нравится. Так, и сережки. Плюс еще маленький лайфхак. Давно вам про него не рассказывал. У кого аллергии на бижутерию, и никто не может ее носить. У кого уши чешутся или даже кноятся. Мы перед тем, как носить с вами бижутерию, покрываем вот этот замочек, да, вот эту палочку, прозрачным лаком для ногтей. Обычным, любым прозрачным лаком для ногтей. Нет прозрачного, можно даже каким-то цветным светлым. Этого все равно не будет видно. Лак засыхает, и потом мы с вами носим бижутерию. У меня тоже легкие на бижутерию, я покрою обязательно. Так, одеваем одну сережечку и вторую. Они, вот эти штучки, между собой как бы спаяны, да, смотрите, изнанка. Видите? Не хлипкая, по крайней мере, конструкция. Такая плотненькая застежка улетела. Так. Ну и смотрим, как они смотрятся. Вот так. Не сильно огромные, не сильно броские, да, но в то же время такие вот аккуратненькие, симпатичные. Вот. Вот, смотрите, девчонки. Как они смотрятся на ушках. Мне нравится. С колечком так вообще. Прям красота. Красивый набор. Он, по крайней мере, не смотрится так дешманский по сравнению с другими наборами. Ну и подвески я тоже не ношу. А так симпатичнее. Мне очень нравится, здорово. И колечко такое симпатичное. Можно на пальчики его прям тут же поджать, как вам нужно, да, смотрится очень достойно. Все, я набором довольна. Поехали дальше. У меня тут большое количество мочалок. На подарки в школу учителям взяла соседка четыре штуки зеленых лаймовый сорбет. Мне больше всего нравится, как пахнут именно они. Мочалки из серии Бьюти Кафе пахнут не так, как сама серия Бьюти Кафе. Вот у меня есть мыло, лаймовый сорбет, еще что-то было. Запах мочалок отличается. Здесь действительно прям лайм-лайм. Очень ярко выраженный запах. Мочалки классные, но я вам показывала уже в сюжетах, что у нас, наверное, спустя 5-6 применений она размоталась. И пришлось один конец, вот этот его немножко подматывает, там завязывать, ну и как бы пользуемся дальше. Шарики до сих пор не кончились. Хотя уже, мне кажется, применений 12 минимум было, если не больше, 15-20. И шарики еще не измылились, они еще есть. Многие девчонки спрашивали, вот я вам отвечаю, они до сих пор не измылились. 910, 111 артикул вот таких вот слаймов. Шариков там 8 штук внутри. 3, 1, 2, 3, 4. И должно быть 2 сиреневых. Да. 1, 2, 3, 3 сиреневых. Вот и 3 сиреневых. Сиреневая у нас тоже есть, мы ее с вами вскрывали, нюхали. Пахнет очень вкусно, вкуснее, чем линейка Бьюти Кафе вся, остальная, да. Запах тоже классный. Банановую я так и не стала брать, потому что, не знаю, что-то и отзывы не очень, по аромату я имею. И мне банан не нравится совсем в косметической продукции. Так, артикул 910, 110, вот такой вот черничный капкейк. Здесь тоже 8 шариков, веревочка как бы есть. Они прекрасно мылятся, нам не нужен гиг для душа, да. Мы мочалкой прошлись по телу, вспенили, прошлись по телу, промыли ее под проточной водой, повесили куда-то на тот же самый краник можно в ванной. Сохнуть, все. И все отлично, пользуемся дальше. Как они кончатся, я вам обязательно расскажу. Вот видите, уже каталог другой начался, а шарики до сих пор у нас первые в нашей мочалке. По прошлому каталогу, который мы заказывали, так и не кончились. Так, три фиолетовых мочалки. И к ним у меня здесь подарочные пакетики, подарочные пакетики, надеюсь, что в них мочалки влезут. Мы взяли вот такие вот 5 штук, как они называются, артикул 780, 218. Я сейчас найду в чеке и сориентирую вас по ценам. Мочалка с кусочками мала, выходит, кстати, 221 рубль со скидкой 26%. Так, а пакет подарочный и рис, размер М, его цена 30 рублей. Так, вот так он выглядит. Так, у меня еще будет до 40 рублей идут пакетики. Но симпатичный, симпатичный пакетик с веревочками, весенний уже такой. Так, влезет у нас сюда мочалка, как вы думаете, девчонки? Мне кажется, должна влезет. Он, когда раскладывается, он, конечно, становится побольше. Вот такой. Сейчас очень красивые в этом году пакетики, прям замечательные. Так, пробуем. Мочалка влезает. Да, влезает, девчонки. Поэтому, кто думает про размеры, вот мочалочка у нас с вами влезет. Здорово, отлично. Так, и я взяла себе еще вот таких вот два пакетика. Они уже за 40 рублей. Зимние цветы, по-моему, называются. Они уже побольше, тоже на подарочек кому-нибудь пригодятся. Красивый пакетик. Сейчас разложим, тоже посмотрим. Он, наверное, получается в два раза шире предыдущего. Вот так он выглядит. Так, артикул его 780-103. И по сравнению вот с этим пакетиком, вот как размеры выглядит. Этот чуть повыше, да? А этот считает в два раза шире. Смотря что вам нужно упаковать, какой презент сделать. Так, дальше новиночки. Еще новиночки. Гели для душа. У меня тут каждого по два. Давайте с вами по порядку начнем. Первый у нас гель для душа Нарцисс. Артикул 2638. Две штучки. Они вообще за копейки выходят, наверное, рублей 60 с чем-то, девчонки, со скидкой. Давайте с вами потестим аромат. Класс. Мне нравится. Нарцисс нравится. Я чувствую здесь действительно Нарцисс. Цветочный аромат очень приятный, весенний такой, солнечный. Мне очень понравился Нарцисс. Мне далеко не всегда нравятся такие элементированные гель для душа Фаберлик. Нарцисс прям зашел. Так, следующий. Зелененький. Вот мне очень хотелось потестировать ландыш. Тоже две штучки. 2639. Артикул ландыша у нас с вами. Ну, это ландыш. Это прям ландыш. Звучит именно как ландыш. Ничего такого химозного не чувствую. Вот это зелень, свежесть, ландыш. Это прям, девчонки, ландыш. Потому что не всегда, допустим, зимние лимитки Фаберлик были, особенно в прошлом году с елкой. Там елки не было ни грамма. Здесь действительно ландыш. Кто любит ландыш, берите. Ой, класс. Мне безумно нравится. Я прям еще возьму, если не расхватают. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Розовенький. Это у нас чем? Это пион. Я, в принципе, люблю пион и все, что его содержит. Парфюмерную продукцию косметическую. Сейчас посмотрим. Артикул 2639. Пиончик. Вот тут какая-то слабая такая душка. Даже не пойму. Вообще практически не ощущаю ничего. Сейчас попробую на руку нанести. Еле-еле уловимая душка. Но я не скажу, что прям пион. Еле-еле уловимая цветочная душка. И не сказать, что это пион. Практически не ощущаю аромат от пиона, девчонки. Поэтому пока он мне нравится меньше всего. Не знаю, может быть слегка, издалека, совсем чуть-чуть, где-то. Похож на пион. А так цветочная, свеженькая такая душка. Но по мне это не пион. Так, дальше. Синенькие. Синенькие у нас с вами крокус. Я понятия не имею, как пахнет крокус. Но хотя бы попробуем. 2637 Артикул. Тоже еле уловимая душка. Не как первые два. Ландыш и Нарцисс. Цветочная. Приятная. Вот такой вот можно и мужчинам, и женщинам аромат. Такой нейтральный. Ну, не знаю, мне тоже не очень. Мне вот эти вот два не очень, честно говоря. Мне гораздо больше понравились Нарцисс и Ландыш. Они и аромат у них ярче выражен. Насыщеннее. И какие-то такие зеленые весенние ароматы. Прям класс. Вот этот вот вообще на последнем месте, этот на предпоследнем. Не ахти, не зашли. Так, поехали дальше. Ну, я вам говорила, что не могла пройти мимо новинки новой парфюмерной водички, да. Вот так она выглядит, вот так в коробочке приходит, заслюдирована. Это у нас аромат Мур-Мур с кокоськом, с ирисками, да, с ванилькой. Так, артикул 3086. Я даже пробник не стала брать, потому что мне со страниц действительно понравилось. Я не любитель совершенно сладких ароматов. Так, где мой ножичек? Но вот этот аромат, он абсолютно непритерный. И даже если мне его не понравится носить на себе, я его отдам в очереди, и он очень заветет и подойдет, я уверена. Сейчас очень хорошая цена на этот аромат. В следующем каталоге он будет гораздо дороже. Так, сейчас я вам скажу, сколько он стоит со скидкой уже. 592 рубля, вообще меньше 600 рублей. Вот такой вот аромат. Многие писали, на ком-то не держится, кто-то не слышит, кто-то слышит очень долго, весь день. Но учитывая, что здесь есть ванилька, он должен на одежде звучать неделю. Но девчонки писали, что на одежде, да, он звучит очень долго. Смотрите, какая прелесть. Просто прелесть. Крышечка с дырочкой. И вот так выглядит сам флакончик. Я вам сейчас покажу обязательно поближе. Он такой, опуховочка не прям белая, а такого молочного цвета. Класс. Ой, здорово. Он гораздо интереснее звучит, чем в каталоге. Гораздо интереснее. Он не бьет сразу в нос ни ваниль, ни шоколадом, ни рисками. Он действительно интересный. Мне кажется, послевкусие только будет такой ванильный. А в начале вообще пока риск не чувствую, честно. Интересно. Сейчас посмотрим, как раскроется. Я уверена, что он будет раскрываться. Вот как выглядит коробочка. Вот информация. Артикулы и так далее. Въем здесь у нас 50 миллилитров. Вот она, опуховочка. Очень мягкая. Она у нас тут на замочке. О, ее можно отсоединить. Смотри, девчонки. Ее можно отсоединить, прикрепить на брелочек, на сумку, куда угодно. Здесь такой, видите, замок, как на брелках. Вот такой. Получше показать. Вот видите. Вот так выглядит сам флакончик. Очень милый, очень приятненький. В руке держать приятно. Крышка закрывается достаточно туго. Ну, средненько так. Не слетит за крышкой, если держать, да? Красиво. Красиво, мило. Тоже на подарочек. А вот сейчас я уже потихоньку начинаю ощущать на себе шоколад. Белый, молочный шоколад. Вкусненький. Но есть какая-то интересная нотка. Никакой вообще абсолютно девчонки приторности. Я говорю, я как любитель всю жизнь вообще свежих ароматов. Или как минимум древесных хотя бы каких-то таких. Сладкие не люблю. Но здесь действительно захотелось. Очень вкусненький аромат. Начинают появляться и рисочки, и шоколад потихоньку. То есть он раскрывается. При первоначальном нанесении он совершенно не такой, как на страницах каталога. Имейте в виду. Понравился. Посмотрим в конце видео, как будет еще раскрываться. Взяла две краски. Девчонки, я как вам говорила, мне в принципе устраивает мой цвет волос. Я думаю, он не сильно изменится. На тот момент, когда уже корни отрастут, уже надо будет краситься. Ни сейчас, ни сразу. Оттеночек 7,1 и 8,1. Я хочу их не косануть и нанести на волосы. Одной пачки мне уже все-таки маловато. С такой длиной. Здесь немного краски. Одной пачки маловато. Имейте в виду. Совсем короткие волосы. Ну вот так вот может быть хватит. Дальше нет. Но еще зависит от густоты. Так, 8,1 это у нас светлый пепельный блондин в артикуле 180-43. И 7,1 просто пепельный блондин в артикуле 180-38. Мы с вами последний раз осветлялись осветлителем Эксперт Колор. И красились как раз вот в этот оттенок 7,1. Вот результат, в принципе, вы сейчас видите у меня на волосах. Но осветлялась я не сильно долго. Сняла несколько тонов. Получилось оранжевое. Кто не видел видео в инфобоксе, будет ссылочка. Проходите, посмотрите. И 7,1, конечно, она получилась не такая, как должна быть. Она немножечко такая рыжит, карамельный, больше цвет. Поэтому в следующий раз хочу вот эти две замешать и посмотреть, что получится. Краска стойкая, она, конечно, волосы поджигает. Но хочу сказать про осветлитель, да, из этой серии. Он вообще не жег голову и не пожег волосы. Они в отличном состоянии, как были, так и есть. Они блестят, они живые, с ним все нормально. Поэтому осветлитель из этой серии очень рекомендую. А краска вот эта светлых тонов, пепельных тонов, она может поджигать волосы, конечно. Ну, опять же, смотря, как часто вы краситесь. Если вы раз в два месяца краситесь, то ничего с волосами не случится. Поехали дальше. Вот такая косметичка у меня отправляется на подарок. Это новинка прошлого каталога, артикул 110-126. Забавные котики, поэтому вскрывать я ее не буду. На нее уже много обзоров в интернете есть. 28 на 25 на 2 ее размер. Так, и made in china. Вот так она выглядит в упаковке. Она у нас получается, раскладывается как кусок такой ткани. И потом мы ее шнурочками затягиваем в такую сумочку объемную, которая закрывается с помощью вот этого вот застежки на липучке. Закрывается. И получается у нас такой мешок. То есть это достаточно вместительный вариант. Туда можно много чего положить. И дизайн очень красивый, симпатичный, милый. Так что вот так. Так, поехали дальше. Я никогда еще не брала фаберлик, влажные салфетки для удаления пятен. Но я знаю, что от них многие в восторге. В этом каталоге была хорошая акция. При покупке двух позиций срез для удаления пятен срабатывали желтые ценьки. Написана новая улучшенная формула. Еще к тому же, но я знаю, что и от прежних все были в восторге. Здесь 20 штук. Знаете, так пуховик почистить, там пятна какие-то. Я обязательно протестирую, когда у меня будет какое-то пятно вместе с вами. В каком-нибудь видео. Надо только пятно найти или поставить. Артикул 115.52. Они обошлись совсем, девчонки, дешево. При покупке двух, когда акция срабатывала. 51 рубль упаковка. Мне нравится сыпучий пятновыводитель. Фаберлик, он действительно работает. Мне не нравится совершенно спрей. И не нравится жидкий пятновыводитель. Мы с вами пробовали спрей, он абсолютно никакие пятна не выводит. Я не знаю, от чего это зависит, потому что девчонки разделились мнение 50 на 50. У кого-то вообще никак, у кого-то прям супер все выводит. Не знаю. Мне нравится карандаш из этой серии. Мы с вами тоже тестировали. Самые застарелые 10 годовалые пятна он выводит. А вот салфетки тоже обязательно вместе с вами протестируем. Так, поехали дальше. У меня здесь целый такой набор, можно сказать, инкогнито женский. Я взяла на подарок свекрови. Она любит этот аромат. Вот такой вот наборчик у нас в каталоге был. Дешево. Там много наборов парфюмированных. Здесь у нас дезодорант и гель для душа. Дезодорант получается уже по скидке 85. Водичка в объеме 30 миллилитров инкогнито на последних страницах в распродажах. Она у нас, артикул ее 30-20. Так, водичка 333 рубля. Вообще прекрасно. 30 миллилитров. Так, и гель для душа у нас с вами обошелся. Неизвестно сколько. Найди его, попробуй. А, вот он, 84 рубля гель для душа. 83.17 гель для душа. 35.08. Дезодорант. Добавляйте эти оба позиции в корзину. В последнем шаге они у вас встают со скидкой. И вот такой сюда наборчик получается у нас из трех средств. Вот такую сюда водичку. Аромат мне, кстати, инкогнито нравится. Но мне кажется, он больше такой возрастной. Хотя и многие молоденькие девочки его любят. Это один из самых достойных ароматов Фаберлик. Он действительно классный. Он интересный. Он мега стойкий. Я всегда его слышу на ком-то. Классный. Кто не пробовал аромат инкогнито, я прям вам рекомендую. Можно вот таким набором взять и потестить. Да и водичку за 300 рублей. Тоже прекрасно. Так, дальше, девчонки, из новинок. Я взяла вот такой биогель 3 в 1 для стирки Гринли. Попробуем тоже вместе с вами. На 25 стирок. Натуральный цветочный микс. Артикул его 109.00. Мне не понравился совсем кондиционер из этой линейки. Он не делает ни белье мягким, ни аромата никакого не оставляет на белье. Совсем не понравился, больше брать не буду. Но мне нравится очень порошок из этой серии. Он прекрасно отстирывает. Мы с вами его вместе тестировали. Замечательный порошок. Посмотрим, что будет с жидким средством. Многие девчонки уже, кто стирал, писали, что не добавляли даже специально кондиционер. И белье было мягким. Я попробую обязательно так сделать. Еле-еле уловимая цветочная душка. Очень приятное весеннее. Знаете, даже ландыш немножко чувствую здесь. В общем, мы с вами постираем. В следующем видео я вам обязательно расскажу, как он себя повел. Так, дальше из новинок. Не хотела брать, но взяла. Стало очень интересно. Вам, чтобы отзыв свой оставить. Это у нас шампуни в линейке Суперфуд появились теперь. Они называются у нас не то, что шампунь, а йогурт для всех типов волос. Ревень. Мне очень нравится аромат ревеня. Я вас уже спрашивала, мне кажется. В общем, это такой шампунь-йогурт для волос. Он не прозрачный. Смотрите, какая интересная консистенция. Тоже в следующем видео вам с вами обязательно помоем им голову и посмотрим. Что ценно? Здесь нет СЛС и силиконов. Но такими средствами тоже часто нельзя мыть. Потому что когда мы используем без силиконов, без СЛС и без всей вот этой гадости шампуни, у нас волосы потом спустя какое-то время начинают пушиться. Поэтому я стараюсь чередовать. Одна помывка с силиконами, другая без силиконов и так далее. 26,53 артикул. Он, кстати, приходит не запечатанный никак. Да, и даже не зафольгированный. Такой розовенький. Не пойму пока, что за аромат. Кисленький действительно аромат варенья из ревеня. Прям да. Прям это оно. И он действительно, этот шампунь, он такой йогурт. Он прям вот тянется на руке. Прям, видите, такие как ниточки. Да? Вот такая консистенция интересная. Ой, пахнет прям кисленько, ревень, здорово. Но сейчас хочется все больше таких каких-то зеленых, весенних ароматов. В следующем видео будем тестировать. Так, дальше. У меня здесь еще много новинок. И очень много батончиков. Я взяла три по обычной цене, чтобы сыграла акция свои любимые. Вот эти, да? Они выходят, если по обычной цене, 63 рубля. Чтобы сыграла акции и взять за копейки батончики с малиной. Сейчас посмотрим, почем нам обошлись с малиной. Нашла пока лубнику. Лубника, кстати, была в разделе распродажи по срокам годности до апреля. Я взяла один батончик за 41 рубль. С клубникой попробуем, потестируем. А с малинкой по скидке 21 рубль. За 21 рубль мы можем взять при покупке любого другого батончика. Да? Я взяла вот таких три, которые очень сильно люблю, самые вкусные. И малинку за 21 рубль. Каждый это вообще копейки для таких батончиков. Кстати, а у малины срок годности какой? Годен до 23-го, 04-го, 21-го. А малина, которая по срокам годности, девчонки, клубника до 14-го, 07-го, 21-го. То есть, представляете, по срокам годности было написано до апреля, они на самом деле до июля пришли. Клубника один пришел. А вот эти три с малиной, они как раз до 23-го апреля. Вот как интересно. А другие. А другие один арахисовый тоже до июля. И кокосовый до июля. А шоколадный уже до января 22-го. То есть, в принципе, вот эти и тот, который по срокам годности, они у них абсолютно одинаковый срок. Да? Здорово. Осталось... А, ну до июля нормально. Вот клубничные нужно, малиновые нужно в первую очередь съедать. Так, погнали дальше. Что это у меня здесь? Что это у нас здесь, девочки? Одни новинки остались. Во-первых, вот такой карандашик для ухода за кутикулой. Очень мега удобный формат. Артикул 77-55. Я надеюсь, что он круто будет за ней ухаживать, потому что она у меня всегда дико сохнет. Чек. И такой карандаш удобно даже везде носить с собой. Вот на работу еще куда-то. Наконечник, как у фломастера. Ну-ка попробуем. Ну, что-то такое вот масляное получается. Вот так прям провожу и вокруг ноготочка. Экспресс-средство. Оно заявлено для ухода за кутикулой. Не знаю, как много здесь его будет, насколько его хватит. Я бы прям мазюкла и мазюкла постоянно. Аромата никакого не чувствую. Но так вроде увлажняет. Увлажняет. Я в основном, знаете, как делаю? Ну, как-то купила один раз средство с кисточкой для ухода за кутикулой, да? А потом туда просто переливаю жидкие витаминчики масляные. А, Е, какие есть. И смазываю. Пока неплохо, пока мне нравится. Вы на камеру не увидите, все равно. Я не скажу, что это прям какое-то масло масляное. Такой продукт не сильно масляный, нет. Ну, посмотрим. Посмотрим, как будет обстоять дело. Увлажняет, по крайней мере. Вот я нанесла на три ноготочка, да? Увлажненная. Но не прям такая масляная текстура. Он практически сразу впитывается. И кожа увлажненная. Ну, здорово. Пока нравится. По крайней мере, это удобно. Интересно, он у нас открывается сзади. Слушайте, да, он открывается. Смотрите, он открывается. Это лайфхак. Лайфхак сейчас будем с вами придумывать. И нечем мне туда подлезть. Надо что-то такое тоненькое. Там внутри еще есть крышечка. Вам не видно. Внутри вот там есть еще крышечка. И мне кажется, если ее достать, то можно в этот карандашик подливать все, что вашей душе угодно. Опять те же самые жидкие витамины. Сыворотки, какие вам не подошли для лица. Или еще что-то, да? Вот туда наливать и пользоваться. Обязательно, когда он кончится, мы с вами в каком-нибудь видео попробуем все это дело провернуть. Так, поехали дальше. Дальше у меня два карандашика из линейки Глэм Тим. Новые карандаши. Один из них для глаз, другой для губ. Так, с какого начнем? Давайте для глаз. Коричневый я, по-моему, брала. 147 рублей он получается уже по скидке. Так, в артикуле. 56-52. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вот такой симпатичный карандашик. Он еще и запечатанный у нас здесь, да? Засклюзирован. Сейчас мы его с вами вскроем. И посмотрим. С одной стороны он вот такой вот блестящий, а с другой стороны цвет карандаша, цвет упаковки, скажем так, обозначает цвет грифеля, да? Вот он коричневый. Вот как он выглядит. Он действительно коричневый. Темно-коричневый. Сейчас я покажу вам поближе. Я видела уже, что они прекрасно тушуются. Они не стойкие совершенно. Их надо чем-то закреплять. И больше подходит для стрелочки с растушевкой или даже вместо теней использовать. Мы с вами обязательно тоже сделаем в одном из следующих видео макияж с помощью этих средств. Посмотрим, как они работают. Вот как выглядит сам карандаш. Такой холодный оттенок коричневого, да? Колпачок у него вот такой. Надпись, которая бликует и не хочет никак фокусироваться. Карандашик надо будет точить. Вот сводч. Видите, совсем темный, практически черный. И он совершенно не стойкий, девчонки. Он будет вот так смазываться. Можно делать стрелку с растушевкой. Можно вместо теней. Некоторые, я видела, даже его на кисть набирали прямо отсюда с грифеля и делали вместо теней. Но все равно надо закреплять, потому что текстура такая кремовая, очень-очень мягкая, совершенно не стойкая. Ну ладно, с карандашом для глаз все понятно. Я не очень такие люблю продукты, на самом деле. Но хотелось потестировать все равно. Жалко, что мало оттенков. Были бы какие-нибудь интересненькие, можно было бы взять за место теней. Так, ну можно и смоки таким попробовать сделать. Карандаш для губ. 170 рублей. Карандаши для губ у нас подороже. В артикуле 408-52. Тоже со скидкой я вам цену озвучиваю. По-моему, девчонки, нежно-розовые. Не пыльно-розовые. Нет, нежно-розовые называется оттенок. Вот как он представлен на самом карандаше. Это та же самая система, что и в карандашах для глаз. Такая основная упаковка золотистая. И с другой стороны уже по цвету грифеля. Оттеночек, да? Как кто-то сказал, чтобы не искать в косметичке. А сразу увидел, какой-то карандашик нужен. И тут та же самая песня. Такой красивый оттеночек. Нюдовый. Похож сейчас на тот, который у меня на губах помадка. И он не розовый. Он вот, да, немножко вот в коралл, как у меня на губах. Сейчас, девчонки, видите? Что-то розовое. Персиковый, я бы сказала. Вот персиковый, да, подходит сюда название оттенок. А так он назывался нежно-розовый, по-моему. Но это прям не розовый. Персик, да. Вот как выглядит сам карандашик. Да, вот оттеночек. И вот он сводч. Красивый. Очень красивый оттенок. Я думаю, что тоже не будет стойким. Сейчас попробуем мы зануть. Так. Ну, размазывается, да. А так оттенок очень красивый. Носибельный. Многим подойдет такой цвет. Персик. Ну что, карандашики мягкие, не стойкие. У нас тоже время цена. У них такая... Ну, не сильно бюджетная, особенно для губ. Но карандаш он в любом случае стойким будет. По сравнению, допустим, с кремовой какой-то помадой, да? Красивый цвет. Нет, цвет красивый, красивый. У меня помада почти подстерлась. Вот практически то же самое, что у меня был на кубах такой персик, освежающий. Очень красивый. Рада. Рада с оттенками не прогадала. Так, дальше три продукта. Первый. Это мужской дезодорант Вентедвеншерс. Взяла первый раз антипреспирант шариковый. Вот такой можно попробовать. Артикул 8154. Смотрите, как приходит запечатанный. Аромат этой линейки мне нравится. Классный, освежающий такой, молодежный. Можно подросткам брать. Очень приятно пахнет. И еще две новинки. Первое. Это у нас из линейки Арису. Вот такой вот кондиционер. Сыворотка. Сыворотка для всех типов волос. Лотос. Мне очень понравилась и розовая линейка. Арису и Ковошинг. Кондиционер для мытья волос. Понравились. Подошли. Никаких неприятных ощущений не вызвали. Поэтому захотелось потестировать и эту. Артикул 7734. С вами тоже после того, как голову помоем, вот этим средством в следующем видео протестируем и вот эту сыворотку. Здесь объем довольно приличный. 30 мл. Потому что Фаберлик все сыворотки для волос совсем малышки. А здесь относительно она большая. И по цене со скидкой тоже выходит не сильно дорого. Вот такой вот флакончик. Ничего тут у нас не запечатано. Носик, да, как крем для век тоже. Она такая молочного цвета. Вот, видите. Довольно густая консистенция. Не течет по руке. Пахнет приятно. Какая-то весенняя такая душечка тоже. Ну и консистенция сыворотки, в принципе. Такой не масляный, как водичка. На коже быстро впитывается. Быстро впитывается, не оставляя никакой липкости и масляного следа. То есть сыворотка не масляная. Посмотрим, как она будет работать. Обязательно вместе с вами протестируем. А, парфюм пахнет обалденно. Я имею в виду вот этот. Знаете, как сейчас раскрывается уже? Ваниль и риский шоколад. Потихоньку мне то шоколад перебивает, то ванилька сейчас к концу ближе. Ну классно. Я рада, что взяла его на самом деле. Аромат очень понравился. И дальше у нас сыворотка BioGlow. С вами новинка этого каталога тоже. В артикуле 1308 сыворотка для лица. Инновационная технология. Стимулирует выработку коллагена. Регулирует плотность кожи. Выравнивает рельеф. Придает сияние. Выравнивает тон. Здесь у нас во всей этой линейке содержится витамин С. Витамин С очень благотворно. Всегда влияет на кожу. Даже в чистом виде. Хорошо, что есть у нас такая серия с витамином С. Потому что витамин С это аскорбиновая кислота. Она отвечает за обновление клеток кожи. Аскорбинка. Омолаживающий эффект и так далее. Вот такой вот флакончик. Приятный, сочный. И здесь у нас будет с вами пипетка с кнопкой. Мы кнопочкой набирать будем. Вот так. Аромат яркий, цитрусовый. Очень вкусный. Апельсинчик с мандаринчиком. У всей этой линейки аромат обалденный. То есть мы с вами окунаем пипеточку, набираем. Вот набралось. И на кожу потом наносим. Она такая белесая, непрозрачная. На коже начинает таять, растекаться. Ой, аромат обалденный. И распределяется легко, как водичка. И практически сразу впитывается. То есть я думаю, что она не будет утяжелять. И подойдет, в принципе, для жирной комбинированной кожи. Ручка становится очень гладкая, увлажненная, напитанная. Все уже впиталось. Есть пока легкая липкость. Ну ладно, мы с вами в следующем видео будем пробовать на лице. Пока на руке липкость есть у меня. Легкая. Я думаю, сейчас впитается и все пройдет. Тем более сыворотки мы с вами запечатываем кремами. Напитанная, напитанная рука не просто легкое увлажнение, а действительно питание. Поэтому посмотрим, как она сработает на лице. Конечно, очень интересно. Так, ну и, по-моему, все. Девчонки прислали новый каталог. Четвертый. Я знаю, здесь тоже много новинок. Смотрите, какой крутой подарок будет для новичков. Ссылка на регистрацию всегда под видео. Если вы не зарегистрированы, еще проходите и регистрируйтесь. Я буду вашим наставником. Обязательно с вами свяжусь. Будем общаться. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк. Пишите свои комментарии. Всем пока-пока.